Валерий Седов Первый этап – благоустройство улицы Краснорядской близок к завершению. Вернее, был близок до недавнего времени. Но вандалы повредили игровую площадку и сломали новые качели. Их теперь чинит завод-изготовитель. Ну а в самом общественном пространстве уже появились сцена, амфитеатр и зона отдыха. Первый этап реконструкции улицы Краснорядской, что у торговых рядов, на финишной прямой. Здесь уже обустроили зону отдыха, сцену с амфитеатром, спортивную площадку. Сегодня подрядчик идет с опережением графика. Осталось совсем ничего. Работы, которые сейчас идут к завершению, это подготовка основания под будущее мощение тротуарной плитки. Сзади нас мы видим три прекрасных настила из террасной доски. Это подиум, сцена, амфитеатр для досугого отдыха жителей и проведения также городских мероприятий. Далее выполнена работа по благоустройству рулонного газона, замена всех опор освещения. Выполнена детская площадка с резиновым покрытием, с малыми архитектурными формами. Вот здесь, на спортивной площадке, до недавнего времени красовались удобные качели. Но произошло, увы, типичное уже для Рязани событие. Их разломала загулявшая молодежь. На это, кстати, обратила внимание и глава администрации Елена Сорокина, которая сегодня осмотрела ход работы. Все, что может быть приколочено, должно быть приколочено. Все, что может быть вцементировано, должно быть вцементировано. Иначе все повыдерживается. Так с качелями, похоже, и произошло. На дату завершения первого этапа благоустройства вандализм особо не повлияет. Подрядчик идет по времени с большим запасом, но осадочек, как говорится, остается. Площадка предусмотрена для детей дошкольного возраста. На площадке в данный момент в вечернее время собирается очень большое количество, скажем так, дней детского возраста, где на одних качелях катается массово по несколько человек. На что оборудование, естественно, не предусмотрено, потому что оно рассчитано на детский вес. Сейчас оборудование снято, отдали на завод, его сейчас восстановят, то, что сломали. И на следующей неделе мы обратно все поставим. Помимо качелей здесь появится и фонтан, но это уже на втором этапе. Сейчас же одно из самых популярных мест на Краснорядской – вот эта зона отдыха с деревянными лежаками. А еще здесь в нужной точке поставили большую фоторамку, где в проекции снимка просматривается Рязанский Кремль. В группе «Дороги Рязанской области» опубликован подробный план реконструкции северной окружной дороги и проезда Шабулина. Работы пройдут на трех участках. Два из них как раз на северке. Общая протяженность объекта – 5,8 километров. Причем на проезде Шабулина от пересечения с Московским шоссе работы уже ведутся. По плану их завершат в следующем году. На двух перекрестках организуют круговое движение. Первое – от поворота на проезде после сквера завода «Красное знамя». Второе – на пересечении с улицы Бирюзова. В этом же году начнутся работы на участке северной окружной дороги от проезда Шабулина до парка «Морской славы». Второй участок северной окружной дороги от парка «Морской славы» до путепровода у Барковского карьера будет сдан в этом году. На нем появятся разворотные петли у поворота в Борке и наземный пешеходный переход в районе карьеров. Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что работы на проезде Шабулина идут по графику. Помимо переустройства коммуникации, ливневой канализации и контактной сети, здесь также запланированы работы по уширению проезжей части и укладке нижних слоев из асфальтобетона на участке от Московского шоссе до сквера завода «Красное знамя». На северной окружной дороге с 18 мая приступают к укладке нижнего слоя асфальтобетона на расширяемой стороне проезжей части. Первый лесной пожар за май месяц зафиксирован в Рязанской области. Теперь по статистике ФБУ «Авиалесоохрана» число природных возгораний в этом сезоне достигло 10. По ситуации на понедельник в регионе зарегистрировано 9 пожаров. Общая площадь чуть больше 36 гектаров. За вторник плюс одно возгорание в 4,5 километра. Пожары произошли в шести лесничествах. Шиловская, Первомайская, Нижиокская, Спасская, Сасовская и Термишинская. Еще один на территории селецкого военного лесничества Минобороны России. В Министерстве природопользования говорят, что пожарные ликвидировали возгорание в день обнаружения. В большинстве регионов введен особый противопожарный режим, режим повышенной готовности. И действует запрет на посещение гражданам в леса. Также, конечно же, существует запрет на разжигание костров. И мы обращаемся к гражданам соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить костры и бережно относиться к природе. По числу лесных пожаров регион делит второе место с Калужской областью. В Топе также Владимирский регион и Московская область. В столице, кстати, зарегистрировано 76 природных возгораний. А вот по площади пожаров Рязань на третьем месте. Выше только Кострома и Подмосковье. Там полыхало на площади почти 160 гектаров. Стало известно, когда пройдет день города. Дату объявили на комитете по социальным вопросам Рязгордумы. Итак, основная дата 26 августа. На заседании отметили, что к этому времени большинство горожан уже вернется из отпуска. Также в этот период планируется проведение форума древних городов. По словам депутатов, это поможет привлечь как можно больше рязанцев и гостей города к празднованию Дня города. В июне стартует новый археологический сезон. В преддверии мы встретились с археологом Владимиром Завьяловым, который рассказал об итогах раскопок на территории Переславль-Рязанского и о дальнейших планах в этом направлении. Город Переславль-Рязанский возник во второй половине XII века. Наивысший расцвет переживал в XV веке. Именно этим периодом сейчас занимаются археологи. Наиболее интересный и насыщенный культурный слой. Слой, который рассказывает о последнем десятилетии рязанской независимости. Житный раскоп в северной части Рязанского Кремля дал множество находок. Это целая коллекция деревянных предметов XII века, чего нет в большинстве музеев Центральной России. Мир русского человека был миром дерева. Деревянные изделия сопровождали всю его жизнь. Однако найти и сохранить удается их далеко не всюду. Большая работа ведется сейчас на Введенском раскопе. Здесь, судя по описаниям и планам, находилась Введенская башня Кремля в городе Переславль-Рязанский. Здесь нашли первую рязанскую берестяную грамоту, уникальную в своем роде. Она найдена в словьях второй половины XV века. А в это время грамоты уже сходят на нет. В Новгороде, где известно порядка полутора тысяч грамот, этим временем датируется всего 2-3 находки. А вот у нас грамоты как раз второй половины XV века. С другой стороны, сам текст. Как установил академик Алексей Алексеевич Гиппиус, это фрагмент из пасхалии, которые ежегодно в XV веке писались в Троице-Сергиевом монастыре. Дело в том, что в 1492 году ожидался в православной церкви конец света. Он соответствовал 7000 году от створения мира. В тексте призыв избегать соблазнов в преддверии страшного дня, конца света. И это художественный текст, что является редкостью. Ведь чаще всего в грамотах описывали жизнь повседневную. Находят в слоях XV века и костяные изделия, железные и керамические предметы, игрушки и даже сохранившиеся кусочки ткани. Места этих раскопов, Житного и Введенского, предположительно, занимали привилегированные слои населения. Предполагалось, что здесь стояли отдельные усадьбы. Однако археологам удалось развеять эту теорию. В результате раскопок выяснилось, что здесь проходили четко структурированные улицы с деревянными мостовыми. К сожалению, на Введенском раскопе слоев XVII века мы не смогли проследить. Слои XVI века тоже были, все эти слои были испорчены поздними коммуникациями и перекопами. Поэтому у нас материал XVII и даже XVI века, он немногочислен и, в общем-то, очень такой непредставительный. А вот дальше, слои XV века, они уже очень хорошо сохранились. Это влажные слои, они хорошо сохраняют органику, я уже показывал и постройки, и улицу. В перспективе, в этом году мы, естественно, продолжаем работу на Введенском раскопе. Я надеюсь, что мы выйдем уже на слои середины и, может быть, даже начала XV века. Но главное, нам предстоит проследить, как поведет себя улица, будет ли она проходить в том же направлении или изменить свое направление, как будут располагаться усадьбы. Кроме того, в перспективе заложения еще одного раскопа – в северной части архиерейского сада. Предполагается, что здесь мощный, влажный, культурный слой до 8 метров. А это значит, что предстоит большая работа и много интересных находок. Предположительно, 400 квадратных метров тайн, скрытых в земле. В перспективе приблизи к знаниям о тех, кто жил здесь задолго до нас. Изучать правила дорожного движения можно и с интересом. Особенно, если урок преподают три привидения, а учебным классом служит чердак старого дома. В Рязанском дворце молодежи прошел спектакль под названием «Страшная история» или «Как не стать привидением». Почти все персонажи постановки – призраки. И каждый погиб в ДТП, причем по своей вине. Вот девушка, например, красилась за рулем. А привидение в шляпе и сюртуке – самое старое из всех. 300 лет назад его повозка опрокинулась, и человек улетел в кювет. Правда, за поводью он сел в нетрезвом виде. И теперь у этих сущностей важная задача – уберечь современного ребенка от лихачества на самокате. Такой небольшой спектакль преподносят детям младшего школьного возраста и среднего школьного возраста, для того, чтобы дети еще раз вспомнили о требованиях безопасности дорожного движения на проезжей части. В веселой, интересной форме ребятам рассказывается о необходимых требованиях дорожной безопасности. Они вспоминают о некоторых требованиях дорожных знаков, дорожной разметки, управления средствами индивидуальной мобильности, использовании световозвращающих элементов и другие очень важные аспекты безопасности. Сценарий придумывали совместно с госавтоинспекцией. Одни работали над поворотами сюжета, другие же проверяли его на соответствие действующим правилам дорожного движения. Получился часовой спектакль, который два года успешно показывают юному зрителю. Может быть еще во что-нибудь, так сказать, поиграем? Подавайте в перегонки! Так ли много очень интерактивных моментов. Мы стараемся их вовлекать в процесс, потому что только так, мне кажется, можно чему-то научиться, когда ты сам проживаешь какие-то определенные моменты во время представления. Они там и помогают, и они отвечают, они нас поправляют, если мы что-то неправильно говорим. Они вовлечены на протяжении всего спектакля. И потом, после того, как заканчивается представление, очень много как раз таких отзывов, что так здорово, наши дети там и повеселились, и научились чему-то новому. История создания первых авто, рассказ про дорожные знаки и дорожные ловушки – все это есть в спектакле. Сегодня на него пришли победители городского этапа конкурса «ЮИД – это здорово». Скоро у ребят областной старт, поэтому небольшая разрядка перед соревнованиями не повредит. Футбольный клуб «Рязань» прервал серию поражений в переходном турнире второй лиги российского чемпионата. В Долгопрудном подопечные Дмитрия Сережкина решили сыграть в открытый футбол и распечатать, наконец, ворота соперника. В Долгопрудную «Рязань» приехала только побеждать, и у нее, и у местного космоса унылая серия без виктории слишком уж затянулась. Поэтому команды попытались не откладывать дело в долгий ящик. Уже на второй минуте гости могли открывать счет, выручил голкипер. Космонавты ответили мощным ударом в крестовину ворот. В целом же подходы были и у тех, и у других, но мяч упорно не шел в ворота. И лишь в начале второго тайма счет все-таки был открыт. Прострел с фланга нашел руку рязанского защитника, и судья смело показал на точку. С первым ударом Анатолия Немченко Сергей Правкин справился, а вот с добиванием – нет. Понятно, что им хочется этой победы. Ну, придет, значит, ее надо еще больше заслужить. И тут не момент вот в одном пропущенном мяче. Это, в принципе, могли забить, могли еще пропустить. То есть, сам счет, он, конечно, ну, там, результат, он немножко, я думаю, что да, это ребят. Но я уверен, что от этого они станут сильнее, потому что видно, как они этим живут. Пропустив, рязанцы буквально осадили ворота хозяев, били с разных дистанций, но голкипер Космоса правильно выбирал позицию. А когда не мог помочь и он, защитники выносили из пустых ворот. Но такая настойчивость горожан была все-таки вознаграждена. Пущенная ракета от Ислама Явлоева на последней минуте матча точно будет претендовать на звание одного из лучших голов в сезоне. В первом тайме было много необоснованных ошибок, это раз. Ну, к сожалению, те моменты, которые у нас были, почему мяч не идет в ворота, загадка для нас не можем реализовать. Может быть, этот красивый гол изменит ситуацию в лучшую сторону, которую забил Ислам. Эта ничья особо на расклад в турнирной таблице не повлияла. Рязанцы остались на девятой строчке. Следующий соперник – Калуга. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова